Всем снова привет, дорогие друзья! Мы продолжаем смотреть с вами Омега Лигу. У нас, соответственно, последняя БВ3, последняя карта уже 100%, потому что счет 1-1 Evil Geniuses против команды Nygma. И достопочтеннейший господин Димитрий хотел какую-то замечательную параллель провести со второй картой. К чему-то? К чему же ты хотела ее подвести? Ну, к тому, что почти все тир-1 команды расслабляются вот ко второму матчу. Если посмотреть вот матч-сикрет, у которых на рандоме берется Лекан, и который там бегает и устраивает эпические баталии против Нипов, хотя до этого они их разваливали в пух и прах, здесь что-то похожее. Здесь в ЕГЭ первую каточку сыграли божественно, минимальное количество ошибок, куча крутых моментов, ну а вторая катка просто они 5 раз забегают под вышку, умирают, ну и потом Виха просто бегает всех на батрайдере по одному. Мне кажется, что все-таки здесь больше, наверное, мастерство Нигмы байтить и делать так, чтобы противник хотел кусать тебя за мягкую точечку. Тогда, можно сказать, это было мастерство Нипов, которые байтили. Не-не-не, но согласись, что разница очевидна между Нипов и Нимой. Не, я соглашаю, что разница очевидна, просто ты хочешь как бы одной команде записать заслуги, что они байтили, а вторая коммуна, да, они руинеры, просто бегали и фидели. В последнее время очень много обмана в киберспорте происходит, поэтому там и пик Ликантропа, это тоже может быть шуткой, что они просто по фейку взяли, хотя там время было, там 30 часов. Если что, в эфир мы просто этого не говорили. Друзья, в англоязычной студии вместо Ябзора был Мату, и Мату сказал то, что пик Ликантропа у них был просто на рандомичах сделан, потому что время заканчивалось, они просто увидели Ликантропа, пикнули Ликантропа. Является ли это правдой? Вот Серега, например, совершенно не верит Мату. Возможно, у тебя просто какое-то личное предвзятое отношение к финнам, вот, просто им изначально не веришь. Нет, знаю, Пупея такое всегда могло быть, у нас в финале второго Инта, Пупея говорят, ну я Никса хочу, и бахнул Никса. Ни одной игры мы с ним не играли, ни разу не тренировали, просто Никс такой выказывается в гранд-финале и нормальный КТ. Единственное, что из Финляндии я не люблю, это финскую сауну, все. Больше ничего. Почему тебе не нравится? Потому что больше я люблю русскую баню, нежели финскую сауну. Это две разные вещи. Это понятно, но я имею в виду, если бы у тебя не было вообще ничего, ты предпочел бы ее или турецкую? Турецкую. То есть тебе больше много нравится? Хамам больше. Да? А тебе, Димон? Русскую. Серьезные разговоры пошли? Да нет, я не про... Между финской сауной и... Давай поболтаем по поводу обманов. А, давай, давай. Все, кто не знает, ну, как раз вчера мы комментировали Дивайнет Лигу и команду Омега Лил. Просто кто не в курсе, кто-то наверняка в чате еще не дошла информация. И там играл парень Джон До. Оказывается, это Лил играл под этим Аком, потому что он решил эксперимент провести, что он уехал на море. Ну, так он правда уехал на море, так понятно, что он просто успел вернуться. Нет, он в Инстаграм там постил фотки. А, старые типа? Постил фотки в Инстаграм, что-то из этой серии. Вот. А на самом деле все эти дни играл. Крепко, крепко. Под этим ником. Причем, опять же, цитируя его, я бы... Что за эксперимент? Непонятно. Он бы и дальше продолжал делать это в секрете, но админы задушили, потому что другие команды должны знать, кто играет. Соответственно, их не устраивает, что они играют против рандомного человека из паба без идентификации. Искренне не понимаю... Вот эта вот фраза сейчас для меня лично, она просто открывается перед новым каким-то... Я знаю, ну, в смысле, я знаю лично Ильюка, но вот это... Я искренне не понимаю, почему все так сложно и просто нельзя играть в компетитив Дотку с другим никнеймом на другом аккаунте, как будто с чистого листа. Ты, конечно, можешь переименовать себя в другого человека, но от этого другим человеком ты не будешь. Люди все равно... С такими вопросами к Рио там обратиться там. Ну, вопрос-то другой. Там им быстро объяснят. Что изменится от того, что он будет играть, как Джон Дон, и если люди узнают, они узнают точно очень быстро, да, это случилось, да, на момент быстро, это случилось бы даже без давления организаторов. Волу Майл Шторм там вчера писал, что как раз вот этот хайп тоже поднял небольшой в Твиттере, то, что, соответственно, под этим ником в 2017 году, под этим фейком в 2017 году один из игроков Virtus.pro играл за них, как бы кто-то играл за Virtus.pro, за основной состав. Ну, он вроде говорил о Рамзике, кажется. То ли Рамзик, то ли там Лил как раз играл. Может, какой-то запасной аккаунт специально для там игр на профессиональном уровне. Тут еще нужно вводить момент, что так-то можно... И так и спалили. Так любой человек может просто зайти и играть под фейком там за кого угодно. Соответственно, это не совсем корректно. Замечу, что практика палила вот как раз того, что, ну, может человек любой играть на любом аккаунте с замен... Ну, в смысле, типа, знаешь, заменяя как бы... Ну, то есть брат брата, что называется. Классическая практика проверки подобной темы это чек биндов, да? Чек биндов, чек расположения всего, что находится в инвентаре. То есть обычно все все равно привычные именно слоты используют. Вполне вероятно, если мы сейчас посмотрим на игры Лила До и на игры Джон До, вот, то мы увидим то, что слоты совершенно одинаково расположены, бинды одинаковые, соответственно, увидим, что примерно одинаковым образом используют передвижение камеры, если посмотреть с плеер-перспективы. Поэтому обычно таким образом палится. Особенно такие схемы любили у нас южноамериканские друзья наши. Не могу брать сейчас конкретно информацию в современных лигах, но в старые добрые времена такие движухи происходили регулярно на квалификациях даже к интернешнл. Эта информация там еще с 19-го, 18-го года была. Короче, тир-один Дота. Прям вот тир-один Дота во всей красе. Не хватает только Войда. То есть факт, что у нас все еще дум в пике. Смотри, его пятым типа пиком, к сожалению, запихнуть некуда. Вот Войда во всю эту движуху не хватает. Например, для Нигма он сейчас был бы шикарен. Ты так на первой карте говорил тир-один Дота во всей красе. Так она и сейчас. Одни и те же герои были. Ну да, сейчас они божественные. То есть вот это реально тир-один Дота, за который интересно смотреть, потому что уже нужно как-то придумать, как победить Магнуса и Феникса. И, видимо, побежать будет Дум, который постарается ворваться первым. Причем параллельно есть Рубен, которого можно защитить, и он сворует, например, Сан Рей или Ультимейт Магнуса. И все, что нужно для ЕГЭ, это сейчас Флай Вижен. Нужен герой с Флай Виженом. По двух героев и его Genius Grimstroke еще заходят отлично. На пятерочку прям заезжает. Да, на пятерку Grimstroke прям идеально будет. Два фейт-болта, два Дума, там все очень жестко. Опять же, героя какого-то под грима еще можно будет добрать на Лайн. Грим очень сильный саппорт, прям суперсильный. Так же, как и Рубик. Хорошая связка у них. Два телекинеза. Великолепно. Вот эти долгие телекинезы, да, когда уже Рубик раскачивается. Найзбан, кстати, Нага и Аркварден. Это прям next level. Что-то знают. Но ЕГЭ у нас убирают всех героев, которые хороши в связке с Магнусом. Остается Джиггернаута, наверное, убрать. Ну, там слишком много хороших связок с Магнусом, все не уберешь. Ну, и самые топовые. Которые будут мешать тебе еще по игре. Хотя в случае с Джиггернаутом он не особо хорош здесь уже после появления, думаю. Но на линии зато хорошо стоит. Не знаю, вижу Пикнигмы. Вот, гадалки, не ходи, беревой, да. Он был слишком сильный. Ну, а Рубен напрягает, да? Вот он как бы есть, их разырку может сорвать. Да Рубен всегда напрягает. Рубен вообще всех напрягает. Ну, не всех, но большинство. Он вот эти фестпики напрягает. Магнуса, Дума. Да, да, да. Феникса того же. То есть, когда разбам происходит из серии, мы баним Тинни, там, баним Виспа и баним Бэтрайдера, Рубик, он реально появляется и говорит, ребята, я ворую все, что у противника может появиться. Вот представим на секунду, что у Нигмы бы еще был Дум. Ну, на секунду. Ну, вот и у Дум третьим, да, пиком. И еще какой-нибудь герой супермощный с раскастом. Так Рубик может все это своровать. Я уже молчу о том, что будет, когда Рубик сворует Аганим. Суперет Аганим и что-нибудь сворует. Или сворует Аганим. Для этого ему нужен был Клокверк, но они его забанили. Убрали четверочку дефолтную. Так, ну и задумались. Я так понимаю, что это Виномайсер, да, вторым баном? Скажите, пожалуйста, что я не вижу. Спасибо большое. Это он. Нигме хочется этого Тарвблейда взять, ну, если так предодуматься. Ну, повторение первых карт. Да, Тарвблейд с Магнусом работает чудно, потому что, во-первых, скейлинг очень крутой, с самопауером. После этого иллюзии просто бегают, бегают, бегают и показывают, где там Дум, где там остальные ребятки находятся. И он почти универсален, то есть, на самом деле, его очень сложно на линии, вот, скажем так, дико загнобить, он уходит фармить лес в один момент под эмпауером. И в Лейте очень мало героев. Интересный бан Виверный, здесь физик какой-то жесткий появился. Интересный бан Виверный, да, это чтобы тебя не контрили. Это чтобы Магнус мог наверху кого-то убить за РП. Против них играют ЕГЭ. В ЕГЭ есть Флай. Флай на этой Винтерверни мажоры затаскивает. Это правда. Поэтому Флайу лучше таких суперсейверов не отдавать. И все еще остались орклы. Орклы остались, и они здесь пока что, ну, более-менее, но станчик учится, станчик. Оркл просто послабее Виверный будет чуть-чуть. Верный, она еще и дамажит нормально. Так, но остались без сейвов ЕГЭ. Слишком какие-то жадные герои, получается. Чайка, Герой Бестана, Рубен, который ждет. И нужны фронтовики. Чайка. Ты не антрас? Да, она стоит сзади, она просто стоит. Да. То есть ставишь автотаку, автотаку импетус, и, не знаю, вот тебя, меня, вот кристаллы посади, ничего не измениться. Сначала надо большого крипа классного найти. Не, я говорю, про разобьтесь 5 на 5. Я понимаю, что на линии там есть свои фишечки, можно... Нет, я не справлюсь. Кристалл справится. Конечно. А, точно, ты же не любишь контролить саммонов, точно. Не, на ИЧ я люблю поиграть. Там один нормальный сумончик. Там один сумончик. Хорошо, хорошо. Мне самый кайф играть на ИЧ, это когда ты играешь с клингзом, ты его саммонишь, и не надо им контролить вообще, просто мув на клингза, и все, и жизнь хороша. Очень мощно сверху. Слишком сильная связка слева, ЕГЭ затянут им конец. А что придумать здесь наобора? Сейчас придется сейф-лейнера брать, потому что они видят уже нет. ЕГЭ нужно прямо лететь. То есть нужен кор, который пойдет вперед и умрет. Как? А? Как он умрет, понятно в вопрос. Понятно, да. Стан, Статик Шторм, Санрей, Ульт Магнус. Это ВК типа? А? Это ВК типа? Да кто угодно, я не знаю. Любого героя беря, я не знаю. Тут просто проблема в том, что ни один герой не вытаскивает мидгейм, вообще ни один. Сейчас сначала нужен герой, который будет лайн хорошо стоять против Слордара и Феникса, а то будет опять жесткая проседала. Это кто? Мне кажется, тот, кто уйдет быстро в лес. Торанжевик. О, Абуз! Абуз пошел. Абузы пошли с Энчо, это все надо. Теперь ничего не надо контролить. Вторая команда. Вопрос, спасает ли? Если взять, что Селедка дает Вижен на Инвиза. Не, ну подожди, если бежит Клинкс 3000 хп, то это сильный дядька. Кударил, как 3000 хп у Клинкса? Нет, согласен, это боль, конечно. С другой стороны, у Феникса там процентаж, но неважно, это такой минус. но Феникса так-то и закрыть можно в любой момент. Можно. Но Клинкс это спасение, это вообще один из многих героев, которые можно просто набузывать. Опять же, это из той же серии, как вот сейчас, только что катка была. У тебя есть три расставленных персонажа, хороших, да, но у тебя нет нормальных станов. И на тебя просто за счет того, что у Энигмы очень бешеные дизейблы, они остановят. Где станы? Телекинез? Это не станы. У тебя есть станы, просто у тебя Рамзес берет себе собаку, поэтому станов у тебя нет, потому что мог быть хотя бы стан от Кентавра на Думе. Но Рамзес брался собаку. Я не про драку на пятой минуте, а про драку на двадцатой минуте. Окей. Ну как ты будешь вот Клинксом стоять и бить? Ты без БКБ тут вообще не сможешь никого побить. Даже в БКБ не сможешь никого. Я в БКБ тут не факт. Баш Слардера. Клинксом должен чуть ли не каждую минуту убивать людей, чтобы он прям жесткий сноубол словил, потому что по-другому он здесь не справится. Слардар его контрит в салат. У него там 3000 хп, они расплавятся как как пирожок. Ну это как минимум Cars of Haze второго левела нужен. То есть нужно и Sunray четвертого левела. То есть у ЕГЭ есть время до четвертого левела Sunray и до второго левела Cars of Haze. Шикарный тайминг. Им прям нужно ну им прям нужно лететь. Вот этим драфтом нужно прям влетать. Мы хотят спеку что ли, раз они забанили некров с лоспиком. Может быть. Спека неплоха. Спека или морф какой-то. Да, да, да. Морф, кстати, вообще шикарный. Слишком много шикарных героев. Лидс отрывал бы Лансер, если у них бы он появлялся. Он будет просто соляну закапывать. Да, но он в бане. Вот спирит. И Вилджиниусы прям вот тоненького будут здесь. Прям будут прям будут темповать во всю катушку. Well, I'm for Spectra. Please. Thank you very much. War Morphling. Не, ну учитывая, что им нужно терпеть, можно что-то и понадежнее взять. Не знаю, я лично за какого-то тролля. Хорошо. Сатаником и Сашей Яшей. Его не любят, но с Магнусом он крутой. Им нужно выжать. Им нужно линию хорошо постоять. Если он добегается до Клинкса, то там просто пары миссы-миссы и поехали. Ну, он очень сильный. Клинкс не любит Баши, когда его с бешеной скоростью начинают бить. Да. И это... Это Медведь! Welcome aboard. Вот поэтому не Крофасы был в бане. Вот он Медведь. Окей, что? Ну, мне нравится Энигма. Определенно. Мне очень нравится Энигма. Солидарен. Все? Все. Мы выбрали единогласно. Итак, победитель этой серии Энигма. 2-1. Спасибо, Ванза. Туши камеру. Да, можем идти домой, пацаны. Все, полетели. Вот. Я, честно говоря, даже не знаю, что есть еще ответить. Ну, есть, наверняка, но, да, возможности. До 20-й, да? До 25-й, до 30-й. Не, он просто уже темпонует. Ну, просто Клинкс 3000 хп, на самом деле, нельзя не давать. Он может реально подразвалить кабины где-то в мидгейме. Просто потом проблема, что он как бы потом сильным, суперсильным он становится. Он... У тебя просто появляется... У тебя встроенная башня в Слардаре. Да. У тебя будет башер на Урсе. У тебя будет Магнус тоже как бы рпшить. И как этот Клинкс будет бить, непонятно. Остальные герои не бьют. Просто, чтобы все это было, нужно все это нафармить еще. Да. А по второй игре мы увидели, что могут подзакинуть, ребятки. Да. Ну, что ж... Ну-ка, мы верим все вместе. Да. А теперь посмотрим, верят ли в Нигму. Приматч 1-7, друзья, против 2-0-8 на Evil Geniuses. Опять же, всем прекрасно понятно, что, ну, Нигма здесь является фаворитом, но не настолько серьезным. Посмотрим, смогут ли ответить русско-американские игроки своим оппонентам. Ну, как русско-американские. Американцев там нет, да, больше вообще нет. Ну, ладно, ничего страшного. Леон Сычи отправимся к нашим комментаторам. Русско-канадская, получается, команда такая. Кому, как ни Нигме, знают, что такое Клинкс под Энчандрос. Они уже играли с Alliance, они уже обыгрывали. Виха даже говорил после матча в интервью, что да, это жестко, у него очень много хп, урона, но вот именно страха какого-то нет против этого героя. Тогда они обыграли Варденом. И там просто... Ну, Вардену тоже очень приятно играть против этого героя. Он ставит поле просто, и Клинкс вообще не наносит урона без МКБ. Да, как здесь будет вот с этими драфтами? У меня ощущение, что эти милишники будут просто набегать, и Клинксу будет слишком тяжело. Да, там останавливать их особо нечем. У них там только Войтспирит с какими-то спелами может им помешать. А так там будет Турса напрыгивать, там будет Свардар набегать. Будет очень тяжело Клинксу играть, на самом деле, в эту игру. Что-то перемудрили немножко игры, возможно, с драфтами. Но посмотрим, возможно, что-то у них и получится. Да, что-то, возможно, мы увидим что-то, чего совсем не ожидали. Вот от Нигмы, например, увидеть в середине второй карты, когда уже готовились к тому, что сейчас Шторм засолит эту игру, вместе с Профитом растерзают весь пик Нигмы. А в итоге получилось так, что Нигмы еще и дали жару. Может быть, ЕГЭ нечто подобное приготовили. Хотя, конечно, вот концовка второй карты была прям с психологической точки зрения очень мощно поведена. Да, там Нигмы прям задавили морально. Да, и непонятно было, как вообще выкручиваться. То есть куда бы ни выходили ЕГЭ, даже если они выходили в атаку, на них вы нападали первыми. Вот вспомнить момент, последняя самая атака, ты все ждал выхода в смоках от ЕГЭ. Они пошли, но в момент, когда они только поднялись на ХГЭ, Рамзес уже сидит там где-то на... А, ну там их встретил Дарксир, стену. Да, да, да. Не успевал спорожать БКБ, и за это драка уже пошла по накатыванию. Вот все время кто-то их встречал, все время мап-контроль тотальный от Нигмы. То есть вот именно это не давало в прошлой игре. Здесь все начинается с нуля. Ну и, конечно, очень интересно посмотреть на этого Клинкса, то есть теперь Клинкс у нас перестал быть таким сноуболищимся героем с точки зрения урона. То есть если раньше брали, он постоянно любил бегать, убивать, стакать урон, то сейчас это немножко другой вариант. Это все-таки герой, который хочет пофармить, которому не обязательно делать кучу фрагов, который может, в принципе, и другими способами найти себе фарм. Но все-таки его комбинация с энчантра сделает из него прежде всего очень крутого такого бёрстера, бойца, который физуроном всех разваливает. Это его сила, но есть и слабость. Это госскипетр, который могут купить суппорты, с которым ему очень тяжело. И это просто милишники с башем. Урсы берут башу. Это просто на него набегут. Там и магнус, который у него просто рп бахнет. Там и урса, который на него напрыгнет. Много героев достаточно. И все это под наполифаем еще. Не важно, сколько у Клинкса будет хп после съеденного крипа, там под минус армором тебе все это снесут на самом деле. Ну он как Рошан будет здоровый, но все равно урса будет... Бесполезный. Причем опять же, тяжело представить, как вообще спасать будут. Мы зачастую видим, допустим, пик дровка плюс венга, где венга свапает один раз, свапает второй раз. У дровки есть пика. Клинкс же, он не то чтобы хочет эту пику покупать, он хочет скорее выйти в какой-то... Ну да, урон, урон. Классический, да. Ну на линии, на самом деле, они будут стоять против Слардара плюс Феникс, по идее, да. И они достаточно должны выигрывать эту линию, два рейнджа. На бежать на Клинкса не получится, потому что НЧ снимает с помощью второго спыла, спринт. И посмотрим. Может заснул болит после линий, и будет уже тяжело. Вот спирит, который будет активный. Дум будет большой, как обычно. Потому что, ну, Думам очень сложно проиграть линию, хотя там и урса. Вот урса может, конечно, Думу побить немного. Начинается у нас карта. Да, у нас, видимо, опять была пауза большая. Ну, собственно, не переживайте. Поэтому, что так долго нас показывали, а то, возможно, кто-то подумал, что там уже во всю игра идет, а мы тут разглагольствуем, но нет-нет. Нажимает смог сразу ИГ. В пятером, видимо, хотят забежать в лес вражеский. Сейчас посмотрим. Очень многое, конечно, зависеть будет от ГПК здесь, и ему нужно будет играть, вот как Виха-стайл такой исполнять, потому что все-таки надежда ИГ, это прежде всего снова. Сейчас будет встреча. И она происходит. Поднимают Феникса, но он вкачает дайв и просто улетит. Он вкачивает дайв и просто улетает. Ну, два таких спыла, знаешь, которые ты не хочешь качать первыми. В итоге у Рубика телекинез, у Феникса дайв, немножко бесполезные спылы на начальных ловелах. Ну, зато спалили всех, не отдали ФБ. Ну, сейчас еще Варс, кстати говоря, спалили. Мне кажется, они хотят как-то засвапать линии, чтобы Дум не стоял против Урсы, возможно. Потому что ему будет чашка. Они хотят, может, триплой даже прийти. Хотя Клинкс вроде возвращается на топ. Не, все-таки будут стандартные линии. И вот интересно, что будут делать с Вардом, как его будут снимать, не будут. А вот Урса бежит на топ, кстати говоря. Да. Может, они подумали, что они хотят свапнуться, но они в итоге не свапнулись. Сейчас увидит Клинкса. Ну, пока он стоит на горке. Варда там нет. Феникс хочет... Хотел руну забрать, походу. А, не, он видел, как поставили этот Вард. Да, да, да. Он просто вардит. Я же говорю о нем. Ой-ой-ой, ошибка от Джейша. Его поднимает Крит. Но будет сейчас ТП и хватит жизни. У него корона есть, и он просто улетает. Да. Он действительно видел, что здесь стоит Вард. Я так понимаю, за счет того, что они поставили свой Вард раньше, они видели, как кто-то с лоу-граунда тыкнул. Потому что туда сразу полетели пинги и от Джейша, и от, по-моему, РМН попинговал. Ну и это довольно-таки приятная ситуация, потому что теперь нет вижена на руну. Нет вижена на какую-то перетяжку, возможно. В итоге Урса стоит на топе против Клинкса и против Инчи. Не уверен, что это, конечно, хорошее решение. Ну это их решение, это они инициировали. Ну да, да. То есть это... Ну хотя у Урса есть вином, он будет с Клэпа напрыгивать. Но сейчас ему, конечно, неплохо могут накидать. Дизраптор летит. А Феникс пешком побежал на бот. Да, ну он телепортировался на базу, соответственно, возвращается на бот, там стоит. Не заблочили кемп. Могут возникнуть проблемы, на самом деле, сейчас на топ-линии. С Медведем шутки плохи. Не Клэпает. Так, а вот сейчас, может быть, попробуют, но на кулдауне... Ну просто в два рейнджа и плюс жирный крип подгоняет их от крипов полностью. Да, сомнительное решение поставить такую линию и не заблочить спот. Но это из-за того, что саппорта не было. Этим саппорт, по идее, должен заниматься. Но они почему-то тянули времени со свапом, с телепортом. Вот такая вот сейчас ситуация складывается. Переждать Медведя, но Медведя-то можно при желании заново приручить, чтобы обновить ему таймер. Майнд Контрол. Ну, а тут тоже выглядит, как комфортная линия для ЕГЭ. Достаточно. Да, пока что не все так здорово на линии. У ЕГЭ все отлично, да. У Нигмы, у ЕГЭ, да, у ЕГЭ все просто замечательно. А, у Кинетик Филд качен. И улетает просто инча. Крип Аранжового убивает. Лишний фарм. А, это причем их крип. Сейчас линия... Нет, линия стоит ровно пока что на топе. Никуда она не сдвинется. И Клинет будет спокойно добивать крипов. 9-5 у него и 2-0 у Урса. Да, грамотно отзонили. На топе ГПК тоже стоит отлично против Магнуса. Он заденайл уже 5 крипов. У него крипстат 7-5, у Магнуса 5-0. Интересно. Переигрывать своего оппонента в данный момент. Ну, здесь и нужно так. Вот это дарит нам какую-то интригу. Потому что если бы Нигмы еще и начали по линиям хорошо, тут вообще было бы тяжело. А так, с хорошими линиями. Водспирит может очень много бед натворить в мидгейме. Опять же, Клинкс будет вливать урон. Они могут заснолболить очень быстро, на самом деле. Потому что у них из КД такого большого только у Дума. А там стати, кейтсо, РП. Они и без ультимейтов не захотят драться. В итоге, крипочка Роман под ласт хитил. Вот это классика жанра, когда переманиваются вражеские рейнджевики. Но лично у меня всегда, может ты мне объяснишь, вызывает вопрос. Ведь ты переманиваешь рейнджевика, но ты ведь... Толкаешь линию? Не то, что ты толкаешь линию. Ты как бы не можешь зафармить этого рейнджевика. И ты еще и даешь шанс зафармить его оппоненту. Ну, если спаун заблочен, то почему нет? Ну, типа, там же это дается дополнительный урон. И этот рейнджовый крип очень больно бьет, на самом деле. То есть именно это окупается? Да. Опа. Просто First Blood делает на Романев, лайф, соло. На ровном месте. Ну, линии прям мощно, Нигмы заливают. Да. Очень мощно. И пользуются этим, естественно, Evil Geniuses. Хорошо, Джейдж раскидывает птиц. Продамажил Рамзеса на пол хп уже. И еще и за критом тут выехал. И еще криту птичку повесил. Нормально. Ну, у мейн-контрола, кстати, дела неплохо. Это вот единственный герой, у которого прям все совсем в порядке. Я думаю, как бы там вот Спирит не стоял, Магнус все-таки должен в какой-то момент стабилизировать ситуацию. Ну, да, с помощью импаура. Потому что пока что 13-11, жестко, да, так. Тут на развороте у нас Урса. Ой-ой-ой. Опасно было. Артизи так близко подтверждал. Ты все еще опасно. И он умирает. О, нет, задоджил Стрейфом тычку. Но Миракл умрет. Да, Миракл умирает тоже. В итоге размен один в один. Стрейф, конечно, здесь помог. Надо Мираклу было до конца идти, но... Ну, Урса Икспу получала, это главное. Так что Битис летает на базу, бригенится, вернется. Под Эмпауером потом камбэк. А вот они, коэффициенты от париматч появляются у нас. И мы видим, что на карту 1-7-6 на 2 в пользу Evil Geniuses. Вот такие хорошие линии дают шансы. Нападение на Магнуса. О, он уезжает просто. Отходит от Скьюра дипкой. Не лучше было ГПК, наоборот, на Скьюре поехать вместе с Магнусом? Побоялся? Решил не рисковать, да, скорее всего. Так, эта сетка от тролля залетает, да. Ну, просто Инча гоняет Урсу опять с большим крипом. Да, крипочек есть. Очень неприятно. Еще и импетусы залетают. Очень сильный герой на лейнинг-стадии. Но идет контратака от Урсы. Клэппы, это у него арпы веном есть. Они очень сильно замедляют. Так же висит первый спелл Дизраптора. И очень много урона входит. И убивает в итоге. Неудачная сетка получалась так, что Урса все равно смогла бить. Тем временем ГПК забирает Джейча. Но это борьба за руну была. И здесь также Артизи пробивают. Слушай, ну, знаешь, вот вроде бы Инча харасит, харасит, харасит. Там секунд 30, выбивает много регены, но потом разворачивается Нигма. И буквально за 5-6 ударов ситуацию переворачивает. Все-таки вот чувствуется вот эта сила вот этих милишников, которые и по игре так будут. То есть они будут там впитывать, впитывать, впитывать. Но если они будут нападать, то вот что будет происходить. Джейч. Феникс прилетел также на топ. Хотят забрать Кингса в размен. С дастами прилетел. Отличная игра Джейча. Классно сделано. И сейчас еще будет Флай поджигать. Будет ли у Мира Клапрыжок еще? Под флаской забегает. А, и фласочку не сбить никак. В итоге... Отличная игра. Она так замахнулась копьем, и она выпала из руки в этот момент. Да, хорошо сыграл Джейч. Использовал свою смерть по максимуму. Причем он умирал не просто так, он умирал за руну, которую он пытался законтролить. Поэтому восстанавливает немножечко ситуацию на линиях. Хотя думать... Урса, конечно, все плохие для команды Нигма. Урса и Магнуса мало. Урса и Магнус отстают на 400 и на 500 монет, соответственно, от Клинкса и Войт Спирита. И на 500 монет также отстает Майнд Контрол от Рамзаса. Он думал с помощью первого сплава оверфармит. Там с этим проблем нет. Появляется РП у Вихи, но мана у него нет. А у ГПК есть остался степ, но он его решает не тратить. Не давить, просто прогоняет Магнуса. Сейчас будет шестая минута. Очень важно для Войт Спирита законтролить руну. Посмотри на варды Нигмы. Ну да, неплохо они там завардели. Они прям все завардели, но... Очень агрессивные варды с их стороны. Как будто, знаешь, играют против террорблейда какого-то, который уйдет в лес скачаться, фармить, и туда они хотят бегать. Но, по идее, мне кажется, ЕГЭ там играть не собираются. Они, наоборот, будут в бот стягиваться, либо в топ-курсе. Забирает в итоге хасту ГПК. Повезло, кстати, потому что на топе было два саппорта на топ руне, а руна появляется в боте. Очередная пауза. Выходит у нас тут как раз-таки Ромен на флая, и у крита лагает, он перезайдет в игру. Хотя нет, дезерптор будет здесь окей. Похрасит, конечно, его инча, но он выживет. У него есть баклер, армуры есть. Главное, чтобы там с крипом ничего не произошло, чтобы он не развалился на еще двоих. Ну да, кстати. У него, по идее, уже откатился. Восемь секунд еще замедление, когда... пока не может его развалить с помощью второго спала по-другому крипу. На боте идет тоже жесткий прэшринг Таура. Там, возможно, даже катапульта жива. Да, с катапульты. Там у Таура очень сильно сейчас просядет. Ну, может быть, даже заберут его. Майнд контрол еще не дошел до фонтана. И Миракл, и Майнд контрол бегут просто на базу, для того, чтобы зарегениться. Очень огромный дум будет в итоге. Да, вот этот свап линий, конечно, Нигми немножко подпортил. Подпортил. Причем они сами, опять же, сами все это придумали. Ну, что-то они Майндгеймс был. Ну, да, но как-то они переиграли сами себя в итоге. Во всяком случае, не знаю, как было бы при других линиях, но такой лейнинг не удался. Джейдж прилетел зато хоть ботом. Сюда же летит Слардар, восстановившись. Ну и вышку-то они должны отбивать. Хотя катапульта все еще жива, она очень неприятно накидывает. И Рамзес подходит. Надо Крипов быстрее убить. Стан, залетает. Не, не хватит его. Хотя дальше давит. Башек хочет. Ну, Башек срабатывает. Ну и, слушай, критает. Заберут. Да, забирают. Еще Стан по Рамзесу. В итоге пол-хп у Рамзеса. Правда, у Майнд контрола так же немного остается. Не догорит, к сожалению. Нет Инфернала. Ну и немножко опасная ситуация с точки зрения того, что там стики клэп. Вот что, побоялся Майнд контрол. Три кора ЕГэ. Перефармливают трех коров Нигма. У суппортов плюс-минус равная ситуация при этом. Уже и Хадукин тут бегает, задувает. Наносит очень много урона. Там Войт Спирит заходит сзади. Пытается поймать Мирикла. Промахивает с первым спулом. Шестого нет. Все еще. Доджет Глимс. Но не смогут никого убить в итоге. Обидно. Да, никого не убили. На миде Виха при этом подпушил Тавр. Ну, кстати, неплохо использовали этот выход Войт Спирита. Войт Спирит не смог реализовать. А Мид чуть не потерял при этом. Да, Виха использовал возможность, пробил Тавр. Там на пол хп. Так, ну теперь проблемы здесь у Тавра. Потому что, опять же, есть катапульта. А Урса прыгает. Вижен. Вроде пока не видно. Урса пятый левел. Ему тоже надо быть аккуратным, на самом деле. Добьет Крипа. Добей Крипа. Молодец. Не дал лишнюю голду. И еще Хадукин кинул. И заденайл Крипа. Прям на максимуме отыгрывает ЕГЭ. Все выносит с линии. Магнус выкапывает тем временем лопату. Вернее, достает ее из нейтрального Крипа. Мидас будет у Клинкса. Вот это интересные у нас вещи. Магнус начинает обгонять. Вот теперь это, пока он терял время на топе, он выфармливает свое. У Слардара тоже все хорошо. Было плюс пятьсот монет. А в итоге уже все сравнялось. И Слардар действительно... Ну, Слардар проигрывает Думу. Но, опять же, Дума это несколько особенная история за счет Деваура. Тем более, он его качает там не в единицу, а у него вообще без Инфернал Блейда игра пока что идет. Ну и Урса дотягивается до Клинкса практически. Да. Все неплохо у команды Нигмы. У Варды, конечно, у Нигмы очень интересные. Четыре Варды в мид. Я давно так... Ну, самый прикол, что там они не играют. Они же там даже туда ни разу не пришли. Или бы чтобы Виха себя чувствовал в безопасности, когда он пушит Тауэр. Ну, других причин я пока не вижу. Куда-то пошел здесь ГПК. Нашел стаки. Стаки хочет. Но он их пока не может забрать. Нападает на Виху агрессивно. Сюда выстякивается так же Флай. Есть РП у Вихи. Да, РП пугает, но не дает. Он затот же здесь. Глимсует в итоге ГПК, но он затот же вторым с пылом. Очень опасно играет ГПК. РП мимо. Ну, как сказать, в трупы чипс садил. Возможно, даже добил ее от МРП. Странная игра от Нигмы. В итоге теряют Джей Эйджа, теряют Виху. Сзади зашел Клинкс в инвизе. Подрезал Магнуса. Да, очень странная игра. Максимально хрит. Майн контрол чезит крита. Сможет ли убить его по полифайам? Нет. Решает не рисковать, потому что подходит Дум. Подходит Дизраптор, еще пытается пробить. В итоге крит выживает, по-моему. Да, бывает. Очень странный момент. РП куда-то вынчу. Такое ощущение, что Нигма как-то потерялись по игре. В каком-то находится... Ну, вот если ЕГЭ жмут кнопки прям максимально стараются круто, то Нигма абы как все использует. Вот по-другому даже не сказать. Ощущение именно такое от этого. Очень хорошо чувствует ГПК своего героя. Прям максимально разводит нас пылы соперников и уходит. Да, где надо провалился. Так, здесь майнд контрол. Что-то опять Нигмы начинают давить по всем фронтам. В итоге забирают Энчандрас. Ну, ничего страшного. Опять они в пятером в миде находятся. В пятером. В пятером в миде. Это максимально ущербная экономическая игра. Тем временем Рамзес. Есть ли Глимпс? Рамзес ловит баш. Рамзес... Сможет... А Дум не хочет нажать? Нет, не хочет нажать. Он сбивает ему... Да, прописывается баш. Он просто хочет выжить. Не хочет. Он живет. Он разворачивается. Миракл прыгает за ним. Какой-то просто нереальный фит пошел. Яйцо сбивает. Дум в итоге скастован. Все отлично. И еще и Глимпс. Еще и Дизраптор. Это, походу, Тимвайп. Ультракил, возможно, для Артизи. Что делают Нигму? Они причем сами напали. Это была полностью их инициатива. Они напали в пятером и в пятером умерли. Кнопки пока жмутся, конечно, не очень хорошо у Нигмы. Забустили Клинкса. Не добили Дума. Причем Рамзес там еще где-то в панике убегал. Не понимаем вообще, что это происходит. Почему враги настолько безбашенные? С Таном не попадает Майнд Контрол. Не, видимо, они тоже так подумали. У нас три варда в миде. Го там драться и побежали. Просто сломя голову без мака, без ничего. У ЕГЭ теперь тоже два варда в миде после такого. Понимают, что надо соответствовать своему сопернику. Не отстают. В конце концов, мид это самая важная точка на карте. Кто контролирует мид? Глимпсует. О, ворованный глимпс у Рубика. Ну, кстати, пока что... А что, Инфернал Блэйд? Ой, статик хороший от РМНа. Ну, Майнд Контрол все равно нравится. Да, я так понимаю, Инфернала нет. Просто нет. Ну, и без него хорошо. Забрали. Хорошо сыграла Инча, задиспелила Спринт. Там еще у Джейджа что-то проблемы от крипа не начались. Ну, и 4000 за ЕГЭ. Вот, знаешь, для меня будет максимально удивительно, только если Нигма еще эту игру выиграют с таким началом, с такими наломами. Думаешь, будет удивительно? Ну, вообще, да, я согласен, да. Тут... Она начиналась примерно так же. Всего чего угодно. Не так же. Там ЕГЭ их задавили, а здесь они задавили сами себя. Они просто расплющились об вражеские вышки. Так в том меме сипра я въезжаю в стройку практически получилось. Артизи просто забирает верхний таур, отходит. Его никто не задэффил даже. В итоге, мне кажется, опять какое-то стояние на миде будет странное. Но пока Урса решил пофармить, Магнус тоже летит к Урсе, хочет дать ему баф, чтобы хоть как-то ускорить ему фарм. Потому что драки, они пока не выигрывают. Приходится что-то придумывать. Выпадает дерево, но Урса пока хочется сначала выкопать. Что-то лопата, а потом он же поменяет слот скрещен. Так, это баунти руна. Красиво. Приятно. Он, кстати, сам лопату отдать. А нет, все, отправил на пазу. Я уж подумал, вот это жадина. С двумя аютами бегает первый уровень на 13 минуте. Не, ну если бы он перекладывал. Но вообще лопата для суппорта очень неплохо. Ну да, хп всегда приятно. И откатывается быстрее. Клинк, кстати, с мидасом у нас. Да, вот интересный тоже выбор. Но не так интересен, как игра Нигмы. Пока что игра Нигмы самая интересная. Но с Твардору у них вряд ли получится убить. За замедло. И там Сентрик стоит, там видят Клинкса. Он еще и грипа хочет зафармить. Я его понимаю. Боится, боится. Боится, да, что Клинкс здесь, а Клинкс уже ушел давно. Хотят, смог, видимо, нажать в миде. У них есть Doom. Хотят реализовать свои ультимейты. Нажали. Нажали, пошли. Пошли искать Дизраптора. Там пока что только один Дизраптор. Но у них Вижена здесь нет. Возможно, заодно и Вижена расставят. Есть опсу Рубика. Поворачивают на мид. Видели там Феникса? Да, Феникс никого не видит. Он чекал руну, но нашел Бойт Спирита в итоге. Заберут Феникса. Но, в принципе, можно сказать, что он разревелил Смок. Ну да. Пытался забрать руну. В целом, не такая большая потеря. Идет Денай Тауэр в миде. Этого проклятого Тауэра. Проклятый, он реально проклятый. Но все, теперь его нет. На самом деле, ЕГЭ не стоило этого делать. С такой игрой, может быть, Нигмы еще пару раз наломили. Лизба. Сабля есть у Магнуса на базе. Ну, ой, почти зацепил. Но Нигмы готовы принимать драку, на самом деле. У них сейчас Феникс через 5 секунд рестницы. И надо быть аккуратным, потому что тебя на глимпсе могут возвращать. Да, вот эта сила пика Нигмы как раз-таки этот глимпс, который может вернуть любого героя. Сабля готова. Ну, конечно, Магнусу еще бы Блинк, еще и АБКБшки. Магнусу, Гераса. Да, да, да. Много, много всего. Ну, пока на самом деле ЕГЭ тоже особо не торопятся. У них тоже Клинка с Медасом. Он не против подфармить. Пятнадцатая минута. Появляется Баунти, Баунти делит поровну. Пока не получилось реализовать смок от ЕГЭ, открылись на Феникса, просто так его убили и ничего больше не забрали, никакой объект. На топе, видимо, хотят подпрешировать Тауэр, команда Нигмы. Вот они, обновленные коэффициенты. Ну, здесь мы видим, что уже 3.9 на Нигму паре матч дается. Это, конечно, справедливо, я бы сказал, с одной стороны. С другой стороны, все-таки мне видится, что в какой-то момент могут вот реально смести. Я первый раз такую игру видел еще там где-то на четвертом Инте, когда вот нечто подобное было у одной команды, как у ЕГЭ. Такой весь дымажащий красивый пик, и он классно начинал. Так, Джейдж уйдет. Он просто улетит, да. А с другой стороны были Алхимик, Ликантроп и Кентавр. И в какой-то момент эти три милишника со своими слотами побежали и просто стерли. Там, Дровку, Темпларку. И вот здесь также они могут стереть того же Клингса и Войт Спирита, которые вообще не держат удар. Ну да, если у него не будет какой-то Шива здесь, она здесь очень нужна, потому что ты играешь против Свардара. Тебя могут просто действительно стереть. Тебе нужны и БКБ, и Шиву для выживаемости. Это сила пика Нигмы, то, что у них очень хорошие ультимейты на самом деле. А у ЕГЭ там только Дум есть из таких ультимативных сплотов сильных. То есть могут закомбетчить, так, флай. Очень тяжело с Сурсой что-то сделать. Да, потому что Сурса кастует на себя второй, ускоряется и пробивает. Хотят опять в мид выйти, убить, возможно, Свардара и забрать Таур. Он тут нормально стоит. Пока НЧУ убивали на топе, знают, что противник не в полном составе в миде и выходит под Таур. Но тоже цеплять у них особо нечем, только Рубик, у него блинка пока нет. На развороте гейминг пошел. Ну-ка. Магнус прилетел. Ну, просто сберут Таур и отойдут. Ну, есть Дизраптор. Он может гнипсануть какого-то пирога. Да, да, нужно Дум давать в Магнуса, наверное. Хотя Дум... А, ПКБ есть у Рамзеса, он дает Дум в Магнуса. Просто набегает на врагов. Хороший Юль от ГПК поднимает Феникса в Акарусдайве. Ну, а прям только-только Феникс использовал Акарусдайв. Тут же минус. Виху. Виху забирают. Никаких шансов за Денайд нет. Еще и РМН здесь остался. Буквально еще одного выстрела не хватает по нему. Крид с ворованного Скьюера заезжает в РМНа. Забирают РМНа. И опять. Нигма еще ни разу не проиграли драку, которую начали ЕГЭ. Все драки начинают Нигма. И все драки проигрывают Нигма. Они постоянно куда-то бегут. Пытаются что-то придумать. Но в итоге их разворачивают. Очень грамотно команду ЕГЭ. Как-то максимально нетерпеливо играют. Они просто ломятся. Ломятся на Дума, который видит Магнуса, который уже потратил Скьюер. Очень комфортно. Дум в принципе мог сразу ему давать Дум. И все. И не церемониться. Но он еще и там выбрал позицию. Да, странно. В позиции сейчас находится команда ЕГЭ. Но знают Нигма, что они там находятся. У них там целый вард. Да что-то как-то Урс просто на морозе заходит. Минус полстолба. Майнд контролла поднимают. Минус майнд контрол. Миракл. Куда ты пошел? Он пошел. Пытаюсь убить Артизи. Он до конца идет. Джей Эйч. Джейч ставит Супернову. В итоге Супернову ломают очень быстро. РП не кастуется. Дум под БКБ, который уже откатил и идет. Это сейчас минус 5 будет. Странно, что он на Скьюер не заехал. У него вроде был Скьюер. Если бы он прям заехал под это яйцо в четверых героев команды ЕГЭ, было бы просто бомба. Да. Ну, Феникс получил 500 голды за Клинкс, он доволен, я думаю. Если эту игру сравнивать с каким-нибудь, не знаю, там, вином, то после Вкусия, оно же третья карта, весьма странная. Очень странная. После такой первой, второй карты какая-то вообще максимальная отдача от Нигмы. После такого камбэка на втором карте в левом. И так странно играют. Видимо, хотели повторить успех в тройной карте, также набегать на противника. Но у вас драфт немножко другой на самом деле. Так, и они опять побежали. Есть статик Шторм, есть РП до сих пор. Бей Флайанг. Ну, да, Флайанг за ревилем опять стоял. На тройке его еще не убьют, походу, из-за того, что его не видно. Да. Он просто убежал. Он просто убежал, действительно. Ничего не получается у команды Нигмы. Просто все складывается. И на развороте гейминг здесь крипа бьет майнд-контрол, его цепляют и за секунду стирают. Ну, никакая аналитика не работает, когда у одной команды просто X2 слотов и вот такие вот выходы. Преимущество уже 10к. И еще заберут Рошана. Да, ну, нам показывают. А, ну да. 1500 хп, 193 урона. Неплохо, неплохо. Залетает Феникс с Метеором, Костыд, Рошана его. Он, кстати, попал в Арс Дизер. Ой, отлично. Доджит, ГПК, статик Шторм. И его все равно бы там не убили, на самом деле, потому что урсы здесь просто нет. И Романа добивают. Статик Шторм сворован. Магнус. Магнус с РП, с Блингдаггером, но не успевает выйти сюда. Ну, я не знаю, только какая-то божественная игра от Вихи, когда он поймает в пятером ЕГ. Но, опять же, для того, чтобы ЕГ поймать в пятером, это нужно как-то навязать такую драку, где бы они стали в пятером в кучу. А здесь ЕГ будут играть от преимущества. Единственный выход я вижу, если GH ставит яйцо, все из команды ЕГ, там, какие-то герои бегут туда его бить, и можно РП в двух-трех героев дать. И потом как-то от этого попытаться сыграть. Ну, ну, ну. Нигмы набегают опять. Ну, у ЕГ еще ЕГ. Ну, Клинг с Егисом это не такая страшная сила, потому что у него не будет ультимейта, когда он рейснется. Нападает на Дума с БКБ. Ну, Рубик. Да, Рубик шикарно сыграл. В итоге воруется с Кьюэр. Жаляет Дум почему-то, Рамзес, типа, постоянно. Может, в Урсу его хочет дать? Может быть. Опять поднимают Магнуса. За хил. Уходит отсюда. Рубик. Ой, хорош крит. Да, просто бешеный урон залетает тем временем от Артизи. А вот и Дума Бурсу, как я и говорил, что он выжидал этот момент. Да, не будет, видимо, эпического камбэка, а будет такое вот окончание, довольно логичное от Evil Genius'а с большим преимуществом. За Сноубойлю они, конечно, жутко, но Энигмы им в этом помогли в какой-то степени. Да, красиво отвозит Рубик своего оппонента уже второй раз. Круто сыграли ЕГ, безусловно, нужно отдать им должное. Но с самого начала Моден отметил, что линии не очень приятные у Нигмы. Линии эти проигрываются. Дальше идет драка, где впятером наламываются на мид, впятером умирают. Опять же, сами никто их там не заставлял, не вынуждал. Это не была какая-то затяжная драка, где ЕГ кайтили. Нет, просто выход впятером на мид. Пять смертей. Ну и 9-27. Возможно, они думали то, что... Точнее, думают, что в лите у них мало шансов победить, поэтому пытались навязать как-то драки такие. Ну, да, наверное, как-то так. Ну, я не уверен, что они слабее в лите, на самом деле. Хотя, что там Doom, у которого там потом появится, Refresher, еще что-то. Так, ну и, возможно, последняя драка. Смог последней надежды идет. Но Клинкс в это время уже убивает Дизраптора. Попытка забрать Клинкса, Урса. У него иегис. А вот и яйцо. Яйцо разобьет. Его просто сломает, потому что в ветра подняли Виху, и он не успевает дать РП на протект. Да, РП на двух героев. Феникс Байбек, кстати говоря. Виха пытается драться до конца, но его Артизи просто убивает. Ну, видимо, ГГ. Нет байбеков, нет вообще ничего. Импетус залетает, и... Байбеков еще Феникс после байбека. Ну, мне кажется, сейчас напишут ГГ команду Нигма. Волплей ставят Флай пока что, но ГГ мы не видим. Нигма играют. Дизраптор просто не успел нажать ни на одной кнопке, потому что Клинкс его просто стер за секунду. Да, слишком много урона здесь уже, не успеваешь среагировать. Это... Интересно, конечно. Знаешь, если вторую карту из этой серии убрать, можно было бы сказать, ну, ЕГ, конечно, настоящие демоны, что творят. Но, учитывая вторую карту, да и на самом деле, учитывая третью, все-таки видно, что Нигма и ЕГ команды плюс-минус равны в уровне, но ЕГ все-таки сегодня, судя по всему, будут сильнее. Потому что еще не ГГ, еще только 23-я минута, но 21 тысяча перефарма... 21 тысяча преимущества, это, конечно, очень много на такой минуте. Нам как бы намекают, да. Урса вообще просто драться не может никак. Он ловит дум, и все, он умирает. У Магнуса БКБ нет. Нетворсы просто настолько маленькие, что даже Крид уже обогнал их. Да, и Инча близка. Инча реально близка, еще пару драк, и Инча антрас перефармит. Да, будет забавно, когда пять игроков одной команды просто по Нетворсу выше пяти игроков другой команды. Да, и такое бывает. Магнуса сверху могут поймать, выход на него, очень много урона. Настиг выживает, но Дум ему догонит. Да, порешил. В то же время напали на кого-то, на Войтспирита, напали справа. Через статик пытались его убить. Но он вышел, он вышел просто из статика, и теперь на развороте гейминг. Урса под Думом, Урсу забирают, забирают с Лордара, отвозит опять Крид Феникса. Феникс минус. Тим вайп. Все, минус пять. От команды ИГ. Ну и что? Нет. Ну, Нигма не сдается. Они играют до конца. Ребятки, да, ребятки не сдаются. Кура не дает команду сдаваться. Преимущество уже 24к. Ну, двукратное. Двукратное преимущество фактически. То есть это не просто 25к перефарм, а это на каждую монету, заработанную Нигмой, приходится две заработанные ЕГЭ. Угу. Делают мега хрипов команда ЕГЭ. Да, на 25к. Сейчас будет последняя драка. Нажимает смог. Пошел. Разревили уже этот смог. Опа. Резарпы по двоим сразу. И не смог отвести, потому что великолепная игра от Рубика. В итоге не хватает урона зафокусить хоть кого-то. Погибает один герой, второй Урса делает круголя в воздухе. Пробивает прям в энрейдж. Загоняет его обратно под фонтан. ГПК умер. Сжег, сжег его просто. Феникс. И сразу идет байбэк от Ромена. Глинцует клинца, видимо. Камбэк. У него нет Аегиса. Урса тоже без ульты. Его можно сейчас будет зафокусить. Но стоит яйцо. Дефенсивное. Яйцо взрывается. Правда, никого не станет. В итоге пролетает джейдж. Получает кульки. Метер Хамин хороший. И он его просто сейчас сожжет. Соло. Ой, Крит спасает. Но в итоге Миракл добивает клинца. Минус Энчантрас. Но мега-крипы, ребята. Мега-крипы. У них есть Магнус. Есть Эмпауэр. Дефаемся. Окей. Три милишника есть. Как раз три стороны. Эмпауэр есть. Окей. Да. Веселят нас команда Нигма, конечно. Под своим упорством, знаешь. Честно скажу. Вот видел я камбэки 40 тысяч, 50 тысяч. Но если вот даже 25 тысяч, но вот это вот отыграют, то это будет самый великий камбэк. Потому что, ну, 40 тысяч на 60-е отыграть гораздо легче, чем мега-крипов с 25-й. Ну, пока не верится. Я думаю, что сейчас ЕГ, конечно, закончит все это безобразие. Но пока играют. Миракл решил купить Battle Fury сейчас сверху. Ему Эмпауэра недостаточно. Ну, понятно. У Дума, кстати, очень хороший съезденный крип на Frost Armor. Против Слардар это вообще тема. Да и против милишников. Очень хорошо заходят. Ну, что ж. Сейчас ЕГ соберутся, я думаю, не будут ждать Рошана, потому что они понимают, что они сильнее в разы просто-напросто. Но если они будут ждать Рошана, играть на верочку, ну, что, конечно, это возможно. Посмотрим, какой вариант они выберут. Вот сколько нужно фармить на мега-крипах, чтобы дофармить себе, ну, хоть что-то? Для начала нужно зафармить столько шмоток, чтобы нормально сдерживать мега-крипов. А это очень тяжело. Не, Владимир есть, Эмпауэр есть. Можно сдерживать нормально. Просто если еще пять героев сверху придут, вот это уже будет проблема. Осталось, да, с пяти героями разобраться. Снизу, а тем временем ловится Лордара. Его ХП стремительно снижают. Ему дали Doom. Забрали его через Doom. Он очень быстро и с 4 на 5. Урса. Так, Клинкса закрыли. Да, это тоже плюсы, что уровни маленькие. Пока не сжатся. Можно быстро вернуться в строй, так сказать. Феникс уходит. Феникс уходит. С Лордар в таверне 30 секунд. Нету статик. Магнус, смотри, с этим визитом. В шадном амулете. Может дать РП в Клинкса и попробовать его вывести. Нормас, нормально. Так, так, так. Клинкому сейчас сбивать будет. Сбивают. И сейчас РП, и сейчас РП, и сейчас РП. Рано, рано, рано. О, вот так вот. И Супернова взрывается. Вот это камбек. Виха, красавица. Правда, с Кьюром не попал. Правда, Клинкс все это время стоял и бил. Но никого в итоге не убивает. Воскресается С Лордар. И уходит команда ЕГЭ. В итоге ждать Рошана. Да, ну а что еще делать? Виха, вот это нервы, да, у человека. Просто встать в шадовом амулете. Феникс там надамажил. Его не хотели убивать до последнего. Не ожидали, что сейчас будет. Ну думали сейчас... Они ждали Магнуса, который, блин, конес там где-то из яйца. А он стоял вообще в их рядах. Прям под ними стоял. Это очень забавно. Это следствие того, что ЕГЭ, конечно, уже тут немножко дали слабину. Там не носят с собой сентрики. Потому что... Да, БФ на Урсе. Ну а что? Типа... Эмпауера недостаточно? БФ Сатаник? Все, крипы ложатся. Моментально. И дальше уже. А если сейчас тянут нескольких героев в РП? Урса под БФом Сатаником. Он просто всех уничтожит. Там же еще... Как? Клифф от его стаков работает. Чем больше стаков на героя... Ну, ты же ему повышенный урон уносишь. И сзади тоже просто все умирают. Было очень много роликов, где Урса бьет Рошана. Там кто-то забегает из-за этого Рошана. Кто-то блинкуется. И он просто моментально умирает. Из-за того, что Урса наносит огромное количество урона в этот момент. Прикольно. И под Эмпауэром типа два сплэша еще будет. Это же вообще. Слушай, ну Урса и Магнус это что-то из 2013 года. Впервые, наверное, на профсцене показали так вот на... Прям вот, скажем так, на широкую толпу команда Оранж с Муши. А, да, помню. Когда они там... У них как раз постоянно Магнус появлялся с Веном, с Урсой. Его там было много. Там Магнус шикарно стягивал, подвозил к Урсичу. Там были моменты, где Урсич просто не двигался и ждал, когда Магнус подвезет. То есть они полностью понимали. Но это был 2013 год. И команды куда охотнее подставлялись под эти РП. Уровень игры был, безусловно, ниже, чем сейчас. И возможностей, скажем так, было... Тоже, когда ты захватывал карту, тебе сложнее было вот именно додавить. Потому что не было баунти-рун. Рошан давал только Аегис. И, по-моему, Сыр. Сыр был, точно. Да, Сыр был. Он сразу, мне кажется, со второй доты был. Да. Он еще в первый. Но, тем не менее, не было вот этих вот суп... Ух, Вика развлекает. А Феникс тоже с Митюрхаммером. Мне кажется, Феникс нанес больше всех урона в своей команде. Потому что вот в этих драках он лучом просто выжигал. Я думаю, что это действительно так. Да, 24 с половиной тысячи урона от Феникса. Почти Клинкса догнал. Вот теперь это он даже обогнал. Феникс с большим уровнем, там, агонимом талантом. Ведь реально будет непросто сломать Супернову. Потому что, по большому счету, только Клинкс бьет. Майн-контрол фармил вражескую тройку. Но его там находится Флай, когда пошел за баунти. И его там спалили, а он остается там. А куда? Что делать? Дальше побить. Но стягивается Войт Спирит, кстати. Флай не верит в наглости. И в итоге его ловит. Эх. Нормально стянул героев, пофармил. Но он там уже 2 минуты стоит, кстати. Так что нормально. Так, 125 атак радиуса берет себе Клинкс. Рошан еще поздний выпал, на третьей минуте. Поэтому игра еще затягивается и затягивается. Смог прожали команду Нигма для чего-то. Смотри, Квивер и ДД есть у Клинкса. Он сейчас с первой тычки может вообще Дизраптора того же вырубить. Ну как для чего? Для того, чтобы удивить соперника. 2150 хп и 301 урона плюс. 301? То есть 600 еще с Квивера. Это Рапира. Из ДД. Просто он Рапиру и пол Тараски. Ну, точнее, 2 Тараски сфер. 601 урон. Плюс 601 урон. ДД ему дает, конечно, 90 урона. Все, потому что у него белый урон и 91. Ну, что поделать? Неприятно. Смотрим, как падает Рошан. Там с Дейдалосом такие куски. Отрезает. Да, 1600 криты. Мирошан упал меньше, чем за 10 секунд. Так, ну вот какие шансы против мега-крипов Аегиса Сыра? 29 тысяч преимущества. Ну ладно, ДД, наверное, закончится. Или нет? Видит Клинкса. Но понимает, что у него Аегис, на него нападать. Так, нет, все-таки пошли. В итоге вот супер-криво напали. Там отвозят ГПК. Кстати, говорят, ух! Очень неплохо, но не хватает урона. В итоге падает РМН, падает уже Слардар. Вот тут тоже убивают. Да. Закончилась эта сказка. Сказка просто страшная. Это сказка из серии, которую рассказывают детям, чтобы они не делали там плохих вещей. Хорошо ловят Джейчин, на Ю. Сказка. Ультракил от Артизия и падает Эншин. Они так не написали ГГ. Не, пишут, пишут. ГПК первый написал ГГ. Короче, Нигма очень не хотели сдаваться и не верили до конца, что эта стратегия их обыграет. Но в итоге ЕГЭ все-таки завоевывают победу. И, наверное, несмотря на то, что наши друзья из Пари-матч считали их фаворитами. Может быть, кто-то еще считал Нигму фаворитами. Я тоже считал Нигму фаворитами. Серьезно? Ну да, у них хороший драфт. Не верил в Клингсайз просто-напросто. Я имею в виду больше, вы знаете, до самой встречи, даже до драфтов. ЕГЭ все-таки сейчас идут без поражений. Именно только одну карту они залили. Но итоги сегодняшнего дня группа подведет наши студии аналитики, и мы передаем слово. Да, комментаторы говорят, сказка. Это была сказка про старого Феникса, который сел на Юл. Грустно. Грустно это смотреть. Потому что, опять же, да, это вот наша любимая с тобой Серега тема под названием «Хорошая БО-3 всегда должна заканчиваться последней картой полным отвратительным отстоем». Вот. Я не знаю, как это работает, но вы можете обсудить матч на dot2.ru slash gg и как раз-таки дать свой комментарий по поводу того, что случилось с Нигмой в последней карте. Потому что, мне кажется, никто из нас не ожидал просто такого залива. У меня вот две вещи просто, которые интересуют. С самого старта, да, чего вообще все пошло. Зачем свапать было лайны? И ставить против Клинкса инчантрас, во-первых, вот этого дизраптора непонятного. Это раз. Во-вторых, бог с ним. Если ты так идешь уже, да, стоять, то зачем, ну, то есть, почему ты не блочишь спауны нынче? Вот, ладно, если ты не хочешь тратить бабки на, там, сентри, да, чтобы заблочить. Пройдись просто по нему. Просто хотя бы большой спаун заблочить. Ну, потому что у тебя прям вот с первой минуты, с первой минуты, там появляется Урса, она просто выходит и выгоняет двух персонажей. Она выгоняет... Урсу. Урсу, брата своего, да, кузена. И выгоняет дизраптора. Все. После этого Венчантрас по кулдауну берет этих крипов. Там была попытка была заблочить спаун уже в дальнейшем, да, Венчантрас разблочила, и все. Клинкс идет 25 крипов, Урса 7. Как тебе стоять? Непонятно. Потом вот быстренько перепрыгну, потом вернемся. После такого фиаско на линиях, я не совсем понимаю, зачем вот они сейчас задавили. Да, дай в был дигей. У них не было преимущества. Их пик рассчитан на лейт. То есть, как минимум, нужно с лардер 12-го, там, потом что еще говорил, с лардер 12-го, с Карзи в Хейзом, и что-то еще я хотел. Ну, что-то. А, и Санрей 4-го левла. Вот, то есть, естественно, все это нужно было, чтобы хорошенечко зайти и подраться. Ну, естественно, чем дальше, тем лучше. И они просто бегут мимо Т1, уже рядом с Т2, продолжают пытаться кого-то убить. И это полнейшая фиаско. Здесь вот первые 20 минут Нигма делала все, чтобы игра закончилась побыстрее. Но потом они решили, что потом мы сделаем все возможное, чтобы... Короче, похоже на OG, на самом деле. Они тоже любят себя заводить в какие-то дикие совершенно ситуации, в которых они пытаются камбэкнуть. Мне кажется, им просто интересно. Ну, и здесь, кстати, один из центральных моментов. Джейдж доверился Вихе. Сказал, слушай, ну ты дашь же РПХу под мое яйцо, которое я поставлю на лограунде. Все будут стрелять по нему, потому что тут суперлегко его убивать. И ясное дело, что Джейдж просто так это яйцо не мог бы поставить. То есть там явно была коммуникация о том, что ты должен дать РП, чтобы я совершенно спокойно взорвал яйцо, и мы убили их всех. Но Вихе просто пешком бежал, по неизвестной причине, почему-то не используя скьюбер. И ничего не произошло никакого РП. Ну и вообще, в такой агрессии от Нигма, реально вот эта страдка с темповым Клинксом под Ничой, она реально зашла. Вот там в среднем соке мы им давали 25 минут, но вот они за 25 минут и сделали мег крипов, а дальше осталось только добить. Всегда Феникса нужно ставить против двух героев, которые стреляют. Против Клинкса и против Enchantress. Ну тебе просто, ты их Fire Spirit хотя бы фармить не даешь и Клинксу, и с Enchantress спокойно размениваешься. То есть ты доставишь Дизраптора, ну Дизраптор просто проседает. Там по две тысячки ему дали, и все, как бы счастливо, удачи не берешь, тратить весь реген на лайне. А Дизраптора наоборот надо было вниз ставить. Там стоял Рубик, там стоял Дум, он был спокойный, там мог спамить на легкой линии, ему там проще намного стоиться. Ну, конечно, полный провал прям с нулевой. В общем, Нигма здесь начали закидывать, потом очнулись где-то, когда-то там попытались что-то сделать, но это уже поздно было. Там такой жесткий перефарм за первые 10 минут игры, что там из этой ямы нереально было просто вылезти. Он в два раза чуть ли не передамажили здесь ребята из Evil Genius. А Иго, наоборот, по красоте. То есть они прекрасно понимали, что единственное, что могут сделать Нигмы, это провернуть суперкрутую комбу, чтобы все заняли позиционочку, и чтобы те ворвались первыми. В итоге просто Бойт Спирит летает вперед. Даже если он погибает, он просто создает такую самотоху, потому что там уже все начинают хаотично выкидывать данные из пылы, и очень легко зайти в Думу, вырубив одного комбинатора, там, Магнус, Феникс, таково угодно. И довольно-таки легко ворваться к Линксу. Я давно, кстати, не видел, чтобы пять героев одной команды по Натворсу были выше, чем пять героев другой команды. Такое не каждый раз. Это реально полноценный развал. У тебя хотя бы один персонаж, он должен втиснуться туда, хотя бы твой один из коров. Тут просто полный разнос. Это как будто чемпионы Инта играют против ребят из клуба, там, не знаю, с окраины, которые собрались там по 12 лет. Это вообще жесть какая-то была сейчас. Статистику показывают, да, сравнивают все. Хороший урон Феникса. Феникс, да, он сделал больше, чем Магнус и Медведь вместе взятые. Максимальный дэмэдж-дилер в этой команде. Ну, Гуд, Феникс нормально. Спокойно могли бы они Лайны хорошо стоять, спокойно могли бы оттягивать игру, не в такую жесткую яму тянуть, и потом за счет своих скиллов просто отпор давать, даже если был бы небольшой перефарм со стороны Evil Genius. Ну, не 20 тысяч там к 20-й минуте. Да, у нас на связи четверка команды Evil Genius, Ускрит. Здравствуйте, Андрес. Здравствуйте. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Да, я слышу. Да, я слышу. Да, хорошо. Так, спасибо. Так, спасибо за это победу против Нигма. И первая вопрос из нас. На первой мапе Нигма получил анти-мейдж против Терровблэйд. Мы думали, что Терровблэд является хорошим контрпик против анти-мейдж. Почему вы думаете, что они хотят его? Я думаю, что это изменилось немного, потому что Рефлексия не работает на Иллюзии. Знаешь, для Манта. И есть, как бы, Халберт для анти-мейдж сейчас. Так что, я думаю, что это изменилось немного. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что эти матч-мейдж очень хорошо. Но я думаю, что это причина, что анти-мейдж купил Халберт. Он уничтожит терровольный манта, поэтому он не может сундер. Так что, я думаю, что это происходит. Я думаю, что это происходит на втором манте. На втором манте, вы уничтожили все три линзи, но что-то случилось. Вы можете объяснить нам, что это было? Да, я думаю, что самое важное, что мы уничтожили в игре, что Виха. Он играл с очень хорошим бетом. Это было тяжело для нас играть на мапе, потому что он просто уничтожил нас. Мы не были контакты для Лассо, и они уничтожили Дарксир, который был исключением его. Так что он был просто, как бы, не способен фармить. Так что мы потеряли несколько боев на лейтинге, и уничтожили немного гола, и это было тяжело для нас играть. Так что я думаю, что это просто Виха, и мы понимали, что в третьем манте, когда мы убили БАД в первой фазе, и это было немного легче для нас играть. Да. И как это ощущается, что играть с ГПК, потому что, для нас, он один из нас. Так что это очень интересно. Да. Да, это ощущается круто. И, конечно, он уничтожил его репутацию в Пупс. Все играет Пупс, и он уничтожил его репутацию. Я уверен, что я его флимил, и я уверен, что он меня флимил. Но мы играем на самом деле, и все хорошо. Он хороший кит, и я думаю, что он очень хорошо говорит. Я уверен, что он играет в моем команде, это хороший знак. Я думаю, что он имеет хорошую будущую перед ним. Он имеет много потенциалов. Он, конечно, хороший игрок. Так что... Спасибо большое, что пришли, и хорошего успеха в следующем матче Сангейм. Спасибо. Спасибо. Что ж, начнем сначала, да. По поводу антимага против ТБ, Крит считает, что сейчас уже антимаг достаточно неплох против Треблэйда, из-за того, что на нем, во-первых, собирают Алибарду, во-вторых, потому что первый спелл ТБ не работает против Иллюзий больше. Соответственно, на первом драфте все не так однозначно, как мы, в общем и целом, предполагали, когда видели Треблэда против антимага. Да, 50 на 50. По поводу второй карты, когда они выиграли все три линии, они увидели, что их главной проблемой является именно Виха, который отлично исполнил на Бэтрайдере, особенно под Дарксиром. И как раз-таки после этого они на третьей карте забанили Бэтрайдера в первой же стадии банов. Именно поэтому, соответственно, им было намного проще играть уже на третьей карте. Ну и с ГПК играется шикарно, потому что, опять же, да, он начал с того, что у всех есть своя история в пабликах, и, так сказать, все знают о том, что он может флеймить своих оппонентов и тиммейтов. И Крит говорит о том, что вполне вероятно, что и я его сам даже флеймил в какой-то момент, но сейчас в одной команде с ним играется шикарно, но считаю то, что не очень большие перспективы в Досе. Вот. Поэтому большое спасибо вообще Криту, что пришел. Большое спасибо за эти игры, на самом деле, было достаточно интересно посмотреть, наконец-таки, хорошую доту, сильную доту, в которой Тир-1 команды делают сильные микромоменты. Опять же, все это было невозможно бы без Immortal League, которую мы с вами смотрим, Immortal Division, а точнее, Мега Лиги. С вами была студия аналитики RUHUB, ее ведущий Кристалл Мэй вместе со Смайлом и Ластом. Всем всего доброго, всем до завтра, потому что в 3 часа дня по московскому времени мы снова начнем, ну, на самом деле, даже в полтретьего. Мы начнем снова с вами эфирить Immortal League. Будет еще очень-очень много интересных игр.